0-4 с таким разгромным счетом накануне проиграла Амурская футбольная команда Белогорск Хабаровскому Sky Energia. Болела и переживала, наверное, вся область, но удача в этот день оказалась на стороне гостей, выступающих в первом дивизионе. Переживать амурчанам и особенно белогорцам было за что. Футбольный клуб Белогорск уже вписал в себя футбольную историю страны, дошел до 1-32 в Кубке России. Амурская команда стала первой из третьей, по сути, любительской лиги, добившейся такого результата. На встречу двух команд в считанные дни были раскуплены более 2,5 тысяч билетов. На матч любители футбола съехались из Хабаровска, Новобурейска, Благовещенской изеи. Переживала за Белогорск и наша съемочная группа. Белогорск! Улы, улы, улы! Самые преданные фанаты, несмотря на то, что матч должен был начаться только в половине шестого вечера, собираться, как сами сказали, начали с двух часов дня. А все для того, чтобы пообщаться с друг с другом, обсудить предстоящую игру и сделать предварительные прогнозы. Это, я не знаю, как сказать. И сегодня по пенолям. Да, и сегодня по пенолям. А если бы еще нашу выиграли, это была бы радость. И на Спартак поехали. Должны выиграть. Наши будут играть с вдохновением, с выигрышем. Я не знаю, как сложится матч, но будет красиво. Предвкушали поклонники игру, подобную двум предыдущим, с футбольным клубом Читы Якутии. Единственный мяч был забит практически в конце игры. А итог другой встречи решила серия пенальти. Для моральной же поддержки футболистов зрители искали самые неординарные способы. Надо ждать два тайма. Серьезно, по-взрослому очки можно снять, да? Тут волшебная шляпа, тут вся сила в шляпе. Все, всех порвем. Прокомментировать игру мы попросили самого независимого и непредвзятого народного эксперта. Белогорд. Хорошая, конечно, игра. Белые молодцы, зеленые тоже. Хорошо играют. Правда, немного не обошлось без синяков. Без синяков, боли и всякое этого. Белогорд! Белогорд! Вот сейчас они играют. Прекрасно пытаются наши. Белогорд. Ну ты расстроился все равно? Ну, все равно нет. Я болею еще. А вот это сейчас было больно. Когда было 2-0, я сказал, это сплошная катастрофа. Нет, сейчас 3-0, это уже реальное поражение. Матч окончился со счетом 4-0 в пользу гостей. Амурская команда проиграла и покинула Кубок России. Как объяснили футболисты, им просто не повезло. Большое желание было, но сегодня фарт не на нашей стороне был. Думаете, что все-таки дело немножечко в удаче, да, еще? Ну, в удаче, конечно, должна присутствовать. Фарт – это тоже немаловажная вещь. Однако тренер футбольного клуба Белогорска считает, что удача тут ни при чем. Слишком разный опыт и уровень физической и тактической подготовки. Команда, я говорю, хорошо физически провела матч. То есть они все два тайма практически нас прессинговали, не давали нам работать с мячом. Сильнее команда, просто сильнее. Между тем расслабляться спортсменам рано. Команде предстоит еще пять встреч. Правда, уже не за кубок, а для того, чтобы занять достойное место среди команд третьего дивизиона. Сейчас перед спортсменами стоит задача только выигрывать. Впрочем, они уже решили, что тренироваться будут еще усерднее. Ольга Мироненко, Виктор Швецов, Амурская служба новостей.